Инклюзивное добровольчество – волонтеры завтрашнего дня. Свой опыт по вовлечению в различные добровольческие проекты молодых людей с ограниченными возможностями здоровья представил в Вологде руководитель Самарского инклюзивного клуба добровольцев Алексей Транцев. Его лекция стала частью образовательной программы в рамках форума «Социальные инновации Лига молодых». Инклюзивные волонтеры – это те, кто сам когда-то нуждался в помощи. В своем городе молодой человек уже четыре года занимается общественной добровольческой деятельностью. И пока это единственная организация в стране, которая работает с инвалидами именно в таком направлении. Это и помощь в трудоустройстве, и реабилитация, социализация, и просто возможность для людей с ограниченными возможностями понять, на что они способны. Сейчас инклюзивное добровольчество в стране становится приоритетным, и мы рады делиться своим опытом, делиться своими методиками, чтобы другие организации по стране сразу начинали эту деятельность, не набивали шишки, не делали неуспешные проекты, а сразу входили в хорошую прямую деятельность. В Вологде это направление также развивается, но по большей части это касается технического обустройства территории. К вопросам создания безбарьерной среды сегодня пристальное внимание и со стороны городских властей. Такая работа идет постоянно – установка пандусов, удобные тротуары. А вот термин «инклюзивное добровольчество» сравнительно новый. Но развиваться в этом направлении город готов. Именно поэтому такой опыт для молодежи – неотъемлемая часть форума социальной инновации Лигы молодых. Лекция Алексея Транцева и его личный пример дали повод задуматься большинству слушателей. Не каждый может просто взять, стоять с дивана и начать чем-то заниматься, вовлечать людей в это, работать с ними. Ведь правда, лучше, чтобы инвалид чем-то работал, чем-то занимался. А здесь технические средства не могут всего решить, поэтому в первую очередь важно межличностное общение.